Всем привет! Это Баяны минувшей недели. Сегодня в выпуске. Пейс-джамперы, секреты толерантности и обладатель почетного звания. Ну а впереди у нас новости одной ногой. Гигантская моль завелась в районе Октябрьской площади города Минска. Зрители Анны Карениной попкорну, пиву и шелесту чипсов предпочитают любовь, шампанское и хруст французской булки. Перед очередным матчем «Динамо-Минск» коммунальщики посыпали лед Минск-арены солью. Горьковский автозавод стал спонсором олимпийской сборной по бобслею. С Нового года в Минске открылся маршрут двухэтажного туристического автобуса или, как его еще называют иностранцы, даблдекера. Он будет курсировать по историческим местам и рассказывать гостям об истории нашего города аж на девяти языках. Но на этом авторы проекта останавливаться не собираются. В ходе подготовки к чемпионату мира по хоккею 2014 года планируется перевести в двухэтажный режим и другие традиционные виды городского транспорта. Кроме того, разрабатывается особая модель для туристов из Нью-Йорка и Торонто. 12 января несколько молодых людей проникли на территорию Минской телевышки на улице Коммунистической и спрыгнули с нее с парашютами. Парашютисты сделали крюк над домиком первого съезда РСДРП и приземлились на стадионе местной школы. Вечером того же дня все участники мероприятия были задержаны. Суд Центрального района приговорил их к пяти суткам ареста по статье 23.14 Кодекса об административных правонарушениях. 13 января в десятках городов по всему миру прошла ежегодная международная акция в метро без штанов. Ее придумали в 2002 году участники коллектива Improve Everywhere, устраивающего розыгрыши в публичных местах для веселья и всеобщего раскрепощения. Вечером того же дня все участники мероприятия были задержаны. Суд Центрального района приговорил их к пяти суткам ареста по статье 23.14 Кодекса об административных правонарушениях. 15 января в Национальной библиотеке прошла пресс-конференция для белорусских и иностранных журналистов. На нее были приглашены 350 корреспондентов из 285 средств массовой информации. В течение пяти часов было задано более 60 вопросов на самые актуальные темы. Вечером того же дня все участники мероприятия были... Так, кто писал этот текст? После церковной службы с участием королевы Великобритании ее Бентли стоимостью более 12 миллионов евро не захотел заводиться. Шофер предпринял шесть безуспешных попыток, пока ее величество терпеливо ждала на морозе, передает Daily Mail. Узнав о проблеме, некоторые мировые лидеры тут же предложили ее величеству воспользоваться автомобилями из их гаража. Среди предложений были довольно экзотические. Такие, например, как две «Лады Калина» желтого цвета и один «Майбах», снятый с производства. По сообщению агентства «Интерфакс» в Северной Корее вступил в действие закон, запрещающий женщинам перемещаться на велосипедах. Как объясняет местная пропаганда, образ женщины на велосипеде не соответствует нормам социалистической морали и нравственности. За соблюдением закона будут следить офицеры службы общественной безопасности. Так что теперь женщинам в КНДР придется передвигаться по улицам своих городов традиционным корейским способом. Во время раскопок на проспекте Машерова был обнаружен фундамент Ледового дворца XI века. Ученые выяснили, что толерантность белорусов связана с чрезмерным употреблением поморковного сока. В год бережливости Министерство экономики скорректировало план по средней зарплате по стране до 499 долларов 99 центов. В Беларуси введено новое почетное звание «Некий». Оно присваивается за особые заслуги в области экономики, науки и культуры. И сегодня у нас в гостях один из первых обладателей этого почетного звания, экономист Сергей Чалый. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну я хочу поздравить с этим званием. Наверное, это родни каким-то званиям советской эпохи народный артист или заслуженный пенсионер. Вот «Некий» за какие заслуги присваивается? Вот вам конкретно. Ой, сложно сказать, потому что я, во-первых, я был там не единственный этот самый «Некий». Ну конечно, там целый ряд людей были отмечены. Вот, я считаю, что как раз из уст президента это было самое комплементарное из всех, которые были возможны. Все лучше, чем так называемый, пресловутый или еще что-то в этом духе. Главная заслуга вот этого вопроса, этой пресс-конференции, это то, что, в общем, фактически правительство Мясниковича спасено. И на ближайшие несколько месяцев, я уверен, никакой отставки не произойдет. Потому что просто после такого ответа это было бы не очень красиво. Правительство Мясниковича спасено от Чалого? Нет, оно спасено от возможной отставки, про слухи, про которые говорили уже, шли как минимум последние месяца три. И мы раза, опять же, три, я слышал от президента, в общем, ощущение было такое, что руки чесались их отправить в отставку. Теперь это сделать будет тяжело. Сергей, вы сами довольны ответом на ваш вопрос? Вот получили ту информацию, которая вам нужна? Я считаю, что я получил очень хороший пиар, потому что трижды упомянуть, да, еще в общем, в таком достаточно комплементарном ключе.